Хочу обратиться к россиянам, которые нас смотрят. Интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам. Комментируйте, ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких, особенно в российских пабликах, чтобы больше людей там, в России, знали правду об этой войне. Как полное имя? Тихонов Сергей Владимирович. Год рождения? 1978. У нас разница 3 года, я 81. Откуда сами родом и где живете? Нижегородская область. Поселок? Поселок деревня. Ляхово. Ряхово? Ляхово, Ляхово. Ряхово, да? Семья есть? Нет. Дети? Есть сын. Сын, сколько лет? 14 будет, 1 декабря. 14, 1 декабря. А когда подписали контракт? Контрактник, да? Да, да, да. Добровольно пошли, да? Ну, в командующий позвонил, приехал и сказали, ну так получилось. Ну, призвали вас, да? Да. Да, и вы подписали контракт когда? В конце апреля. В конце апреля, да. И сколько обещали платить? За счет этого не знаю. Так, в смысле? Ну, подписали контракт какие-то? Ну, там, короче, по бумажкам, как бы, в районе 180-200 тысяч рублей. 180, да. Должно получаться. Ну, хотя, кстати, споршового здесь такого нет. А куда заходили в Украину? Да я не знаю, распоряжились, опозитивы, выгрузили. Я, это, мотострелковый полк. Полк. А должность? Стрелок научил. Стрелок научил, да. БМП-1. БМП-1, да. Разбирались ли там, как воевать? Ну, так, показали. Примерно. А где воевали? Какие населенные пункты в Украине? Я насчет пунктов, не знаю. Нас выгрузили с Тралов на Бэхе, короче, и сразу, короче, на передовуху. А какие цели ставились? Ну, вот, куда, где мы были, короче, в поселок. Ну, как бы, ну, там быть в этом поселке. Ну, и держать его вроде как бы. А какая область вообще? Ну, в какой области стояли в Украине? Где-то под Харьковом, потому что... Под Харьковом, да? Это харьковское направление. А когда взяли Плен? 2-го октября. 2-го октября, да? Обстоятельства? Обстоятельства были какие-то. Мы приехали в эту деревню. Ну, как выгрузили нас Тралов, нас направили в эту деревню. Вот. Там мы пробовали два... Ну, сразу под бомбежку, короче, попало тут. Двуссотый, тут месиво, короче. И два дня нас пуляли. А потом это стояли как бы на дежурстве. Ну, справедливо, да. Жили в одном частном доме, где никого не было. Сами зашли в этот дом? Да. Ну, нам сказали просто. Кто сказал? Таши. Говорят, вот этот дом свободен. В смысле свободен, а даже частный дом? Да, да. Ну, вы зашли, взломали двери или как? Нет, открыто было все. Открыто просто, да? Людей не было? Людей не было, люди ведь оттюшли. Ну, там в этом поселке жил кто-то, для нескольких человек. Ну, я после этого отставил дежурство, пока был там, прилег спать. Спать лег в подвал, а остальные все находились дома. Ну, у нас взвод. Ну, не целый был еще из девяти человек. Ну, проснулся, должны были быть четыре часа, когда проснулся уже и голодил. Ушли просто. А меня забыли разобрать. Все. И перешло в СУ, да? А? Ну, я два дня жил в этой деревне. Не знал, в какую сторону, короче, идти. Ну, приехали эти, украинцы. Все. Я понял. А до того, как подписали контракт и зашли в Украину, чем занимались? Работал. Кем? Ну, в бригаде, короче, внутренняя отделка, потолки, покраска. Нет, я плиточник, короче. Ну, могу делать стулья, любой евро ремонт, короче. Я понял. Работа была. Была, да. А сколько зарабатывали в месяц? Ну, 45-50. 45-50. 40 когда, да. Я понял. Ну, все равно, по сравнению с армией, в армии большие деньги. В сравнении с 45-50. То, что обещали платить. Ну, конечно, большие. Хорошо. То есть, всю жизнь работали вот там евроремонты. Нет, я в радость себя работал. Я оператор шведового оборудования. Короче, могу шить на чем лучше. Ну, короче, профессия много. Автослесарь, могу рихтовщик для покраски машин подготавливать. А как на вас вышли, чтобы мобилизировать? Ну, с военкомата. Почему бы? Вы не спрашивали? Не знаю. У меня и друзья просто могли просто. Звонили прямо по телефону. Прибудете в откомат туда-сюда. Ну, для беседы там. Туда-сюда. Ну, или... Хорошо, сидели в жизни или нет? Да? Да. Да, сидели. За что? Кража наркотиками. Кража наркотиками. Продавали или сами принимали? Нет, перевозка была. Перевозка была, да. И сколько сидели? Что, если это особого режима? Особого режима, да? Это строгий был, да? Это не строгий, это полосатый. А что значит полосатый? А? Полосатый, это что значит? Я даю рум в полосочку. Я немного этого не понимаю. Ну, короче, камерный режим. Камерный режим. Крытый, крытый. Крытый, да, накрытый. Это как тюрьма. Да, это тюрьма. Там полтора часа прогулка. Остальное все время находится в камере. Я понял. А когда сидели? Какие годы? 98-95. 97-96? 6 лет. То есть с 97 по 2003 или как? С 98-го, вот. По? А в 2004-й так, да. По 2004-й, да? А наркотики откуда-куда возили? Да попросили просто довезти пакетик. Я особо там сам не знал, что там находится. Передать человеку. Ну, и по пути гаечники остановили, прошмарали. Вот и за это поехал. Это что, 6 лет дали за наркотики или за каджи? Сколько статей было? Нет, у меня 158-я была. Ну, это условно мне дали. А в совокупности год прошел. Два года у меня условно по 158-ю было. А потом, когда с наркотиками попался, это все совместили и дали 6 лет особого. Ну, я как особо опасный рецидивист, короче. И когда законы тут ввели, очень строгие по наркотике, мне по первому разу, короче, впаяли 6 лет особого лежала. А вот реально то, что он мобилизировал, у нас здесь история, мы говорили с человеком, Сергея его звать, может, вы знаете. И вот здесь, у него такая история. Он где-то из поселка, я забыл, в какой он области, с России. Он прямо рассказывает, что к нему пришли, он сам говорит, что он алкаш. И к нему типа пришли глава сельсовета, эта женщина, и сказала, вот ездить типа на войну, когда это все, когда его забирали, там в июне или как. И там показали пакетик с порошком, потом, ну, как бы полиция пришла, да, и типа сказали, ездишь на войну, или мы тебе подбрасываем наркотики вперед. У вас что-то похожее такое было или нет? Нет. Нет? Мобилизировали все? Нет, меня просто предложили туда-сюда. Я думал, там напряга никакого не было по поводу контракта. Ну, как бы сами пошли, да? Да. Да? А что мотивом было идти? Да не знаю, что это. Фиг его знает. Испытать, посмотреть, что такое война. Интересно было, да? Очень. Ну и так просто себя спасать как. Нам дух остался еще или нет? Дух чего? Ну, как бы, война. Дух воина? Да. Вы себя считаете воином? Ну, как бы, просто интересно было, как. Ну, захватывать другую территорию, это как бы город. Мне не в дело захватывать другую территорию, просто испытать себя. А где-то по-другому себя нельзя было испытать в России? Только в Украине? Ну, а где в России? В России вроде нет. Чего? Ну, войны в России вроде нет. А вот, ну, грубо, ну, я понимаю, да? Нет, я говорю, а испытание духа в России в чем-то другом нельзя было там испытать себя? Только как бы приехать и убивать украинцев нужно было испытать свой дух? Ну, как бы, не делал ни в этом. А в чем? Ну, не знаю, как выяснить. Ну, объяснить? Я не знаю, как выяснить. Хотелось просто себя испытать. Как вот эта война вообще. Смысл войны. Ну, конечно. И какой смысл войны? Никакого. Никакого, да? Ну, сейчас понял все это. Это не война людей. Это война новых технологий. Да? Россияне есть? Ну, не знаю, очень мало, наверное. Очень мало. Украинцев больше этого всего? Ну, да. По поводу вот этой всей фигуры. Ну, посмотрел, что дроны летают. Наших я практически, ну, не видел вообще. Что вот это? Это саудеповская, я не знаю, тепловизоры эти, то-се вот это. Ну, как бы сказали, что они там бешеных денег стоят. Я посмотрел, я говорю, да это какая-то шляпа. Обычная. Я не знаю, конечно, никак. Ну, европейские эти темы. Ну, дроны жужжали над нами день и ночь, можно сказать. А у нас такой техники нет. И минометчики украинские стреляют намного точнее и лучше. Потому что у них есть такие техники по этой теме. У нас этих техников таких, наверное, на пальцах можно перечислить. Ну, с нами, по крайней мере, таких не было. Мы просто были как воробьи. Бегали, а толку никакого. Испытались, да? Да. Как есть дух? Да, все понял. А в чем у вас дух есть? То, что делать тут не надо было сюда ехать. А почему? Зачем просто. А вы это вот, типа, перед этим не понимали? Ну, как бы, не догонял. Не догоняли, да. Ну, да. Было просто, да. Загадочно. А вы себя вообще считаете цивилизованным человеком или нет? Вот русский. Русский – это цивилизованный? Ну, как сказать? Ну, не все. Не, ну вот как нация. Вы, россиян, считаете цивилизованной нацией или нет? Ну, пик, вы знаете, нормальная цивилизация. А в чем цивилизация? Ну, люди все разные. Не, ну вот я вас спрашиваю. Вы себя считаете цивилизованным человеком, чтобы в 21 веке приходить, испытывать дух в Украину на войне, убивая других людей? Это цивилизованность? Не знаю, как-то, может, немножко это... Не, я спрашиваю. Допотопность. Допотопность, да? Ну, как в фильмах. То есть, допотопное какое-то мышление у вас, да? Прийти и испытать... Ну, возможно. А где в 21 веке какие еще страны захватывают и испытывают дух в других странах? Захватывают территории? Ну, американцы тоже все захватывают. А где захватили? Назовите мне... Ирак, например, они захватили. Захватили Ирак, да? Да. Серьезно? Ирак захвачен американцами? Нет, ну, Ирак захвачен американцами? Нет. Рефириендумы там сделали? В данный момент нет. А когда они захватили? Когда? Я не знаю, когда война была. В Ираке есть американцы? Нет, раньше-то были. Это, ну, то есть, они там проводили операцию? Ну, да. Да. Русские захватили украинские территории? Или что-то захватили. Ну, что, а где американцы захватили Ирак? Какую территорию захватили в Ираке американцы? Ну, я не знаю, ну, просто в подробности не про. На Крытой книги не читали? Книги читал. Времени много было, нет? Я читал исторические наши. Ну, хорошо. Что история говорит? Ну, про Ирак они... Историю завоевывали. Когда? Раньше все... Ну, всякие земли. Ну, раньше. А кто и в 21 веке еще, кроме России, завоевывает земли? А я не знаю вообще, нужна Россия или Украина-то. А нужна? Ну, вы пришли, значит, нужна. Да, нужна. Не нужна? А зачем тогда русские сюда пришли? К россиянину? Вот этого я не знаю. Путина поддерживает? Ну, не во всем. А в чем поддерживает? Ну, то, что вот сейчас, в последнее время, дороги как бы, ну, более-менее лучше делать. Вот, ну, насчет войны не согласен. И зачем вообще нам это? Вот он забрал Донецк, Белгород. Тут он вообще не может. Люди жили, жили. Зачем они вот это? То, что, наверное, нужно. Когда я сижу, вот я смотрю на вас, да? У меня, конечно, извините, сидит сидевший чувак. Да? Сидит, вот передо мной сидит сидевший чувак, который делал евроремонты. И пришел в другую страну испытать к моему народу свой дух. Дичь? Не дичь? Не дичь, да? Все нормально. Что бы на зоне сделали? Например, в камере с чертом, который не так по воде ведет себя? Вот за правилами. А вот в которой камере я сел, там таких не сидел. Не сидели такие. Все правила. Ну, там соблюдают все правила. А здесь почему черт пришел в другую страну, не соблюдая правил международных и так далее? Ну, почему не соблюдая правила? Правила не соблюдены, международное право и так далее. Люди живут за какими-то правилами, правда? Правильно. Страны имеют границу. Приходит какой-то черт сиделый, чтобы испытать свой дух здесь. Нарушая все правила, все конвенции и так далее. У нас есть командиры на это. И что? Накрыто каждый за себя, правильно? Каждый имеет свою башку. Правильно? Правильно? Ты должен думать сам, чтобы выжить. За себя. Но на зоне ты должен думать, чтобы выжить, правильно? Это понятно. Правда? Есть там паханы, не паханы, но ты должен думать сам вернуть своей черепушкой, чтобы выжить. Правильно? Так же есть. Я не знаю, как там, ну, с того, что я читал и видел. Правильно? А здесь почему стрелки переводятся на командира? Ну, а кто нас сюда посылает? А своей башки нет? Испытать дух добровольно вы же, типа, захотели, не командир. Залаваху испытывать дух. 170к. Правильно? Убивая людей в другой стране. Ну, вот война-то идет между... Не других людей, а просто война между военнослужащими. А между кеми? Серьезно? Между военнослужащими. Воюют армии, правильно? А умирают простые. Рушатся простые дома. А сейчас увидел, да? И что, какие ощущения? В духе воина? Нехорошие. Нехорошие? А что, хотите что-то украинцам сказать? Хочу сказать. Скажите. Большое страдание в этом мирном населении, что они так... У них выходит, то, что люди мятовали гибнуть, не из-за чего. Через таких, как был? Ну, да. Солдат. Там же боюют. Они защищают свою страну. Это солдаты защищают, а мирные жители-то. А из-за чего? Почему страдают мирные жители? От кого страдают мирные жители? Из-за чего это всё началось? А вот это не знаете. Не знаете, да? А кто решил испытать дух свой здесь, в другой стране? Ну, кто? Люди? Ну, вы же что сюда приехали? Не знаете, из-за чего это... Кто виноват в войне? Вот этого не знаю. Не знаете, да? А кто напал на Украину? Ну, как бы военные операции назначили. Только я не знаю, из-за чего её назначили. Не знаете, да? Причины. Причины не знаю. Из-за того, что стреляли по Луганску и этому, Донецку. Вроде как бы так получается. В Луганске пофиг, да? Люди страдают через таких, как вы. Вы даже не знаете, какая здесь причина. Нет, ну, из-за земли, естественно, наверное. Из-за какой земли? Из-за Луганской, Донецкой. И в чём причина? Ну, война-то чё. Знаете, как бы вам сказали, например, на Круто? Чувак, ты рамсы попутал. Сказали бы так? В чём? А в том-то, что пришли сюда. Испытать дух? Испытали? Так всё испытал. Без шо? Всё нормально. Дух есть? Дух. В чём? В чём тут? В том, что пришёл убивать украинцев на войну? Нет, я посмотрел просто на эту войну. Всё. И что дальше? Посмотрели. Что это дало? И что это дало? Вот вам лично, что это дало, что вы посмотрели на войну? Да ничего, больше страдает. Мирных людей, правильно? Да. Мирные люди погибают здесь. Украинцы погибают. Из-за россиян. Согласен? К Путину хотите обратиться? К кому? К Путину. Хочу к нам обратиться. Не хотите? Ну, это же ваш президент, которого вы поддерживаете. Сказал. Он мне... Я его не во всём поддерживаю. С Яном хотите что-то сказать? Хочу я, Михаил. Сказать хочу, что надо завязывать эту войну. Она беспонтовая. Беспонтовая. Мясорубка, я не знаю, за чего это вот эта война вообще. Деньги какие-то туда-сюда, может, отмылаются или что-то. Ну, конечно, всем. Ну, кому-то выгодно, кому-то нет. Украине же тоже этого вообще не надо. Украина защищается. Таких чертей как бы. Украина защищается. Да, это понятно. Ей приходится сейчас, она воюет за свою землю. Она оборонит людей, она защищается в землю. Согласен. Я бы даже так сделал, если кто-то пришли. Украинцы будут когда-то говорить, что деды воевали против русских. И хорошо воевали. Очень хорошо. И гнали их всех. Нет, я сам удивился. Насколько там русские залезли, считать далеко, да? И это еще и пффф, одни мгновения. Уже напачиваться на своей же границе. Да, был рассказывать украинцев когда-то своим внукам, что они гнали расистов. Которые не хотели дать им жить. Не знаю, согласны ли вы с этим или нет. Об этом будут снимать фильмы. Угу. Большие. О героизме украинского народа. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...